Дом родивый свой, Москва, реки, мы оставили мы всегда. С новой звездой детства, не побеги, стали новые города. Народный хор ветеранов Леси Песня существует 13 лет. Создавали его единомышленники, те, кто любит петь. Художественным руководителем коллектива с самого его основания была и остается Вера Устинова. Она очень гордится своими артистами. У меня есть ветеран войны, это Анна Петровна Филичева, которой я тоже говорю огромное спасибо, что она участвует в нашем хоре. У меня есть чета Синицыных, которые прожили уже вместе 60 лет. 1 июня у них будет бриллиантовая свадьба. Замечательные люди, они приехали к нам с Ангарска. У меня есть Валентина Антоновна Староконь, которая ходит в этот коллектив тоже 13-й год. Она пришла с самого первого дня. Те, кто с самого основания выступают в хоре, очень трепетно относятся к своей деятельности. Ведь хор для них это отдушина. Здесь и творчество, и друзья, и общение. Нам когда сказали, что надо организовать хор, мы пришли, этот 50 было, 48 вот так вот было, холодильная такая. Мы пришли 5 человек, и мы создали этот хор. На сегодняшний день в репертуаре коллектива более 80 песен разного жанра. Очень обширный, интересный репертуар коллектива, который показывает, как нужно относиться правильно к жизни, к, наверное, правильный взгляд на этот мир, что не нужно сидеть дома, нужно выходить на сцену, нужно дарить свое тепло, своего сердца, частичку своей души всем зрителям, и зрители отвечают им взаимностью. Ты не стой, не стой, папа, стой, ой, над моей седой головой. К отчетному концерту артисты активно готовились. С приближением выступления приезжать на репетиции приходилось все чаще. Но это того стоило, говорят ветераны ансамбля. Сегодня, я думаю, мы не ударили грязь лицом, исполнили хорошо все, то, что у нас не получалось на репетициях. Мы подтянулись, и, я думаю, мы спели на ура. Люди были довольны. Несомненно, выступление хора ветеранов понравилось всем зрителям без исключения. Этому доказательство – аплодисменты. По окончанию концерта все артисты и зрители были приглашены на чаепитие. Анастасия Кравченко, Ильшат Ракаев, Новости Губкинского.